девочки всем привет сегодня наверное будет шок контент потому что вы меня увидели в таком виде на мне такая расхлябанная футболочка которую все стилисты говорят ни в коем случае не носите выбросить на мне пижамные шорты и в общем я такая вся расслабленная без укладки на голове на мне абсолютно такие натуральные волосы но сегодня у меня такая тема с которой я вам пришла с которой я сегодня в эфире это как выжить в жару на курорте как одеться в жару если вы приехали на курорт или или если вы живете на курорте мы всегда видим такую красивую картинку мы всегда собираем капсульный гардероб в отпуск на отдых к морю и всегда это очень такой красивый гардероб очень разнообразный гардероб мы готовимся к этому мы готовимся к отпуску целый год мы хотим выглядеть красиво мы хотим выглядеть запоминающиеся мы хотим чтобы наши фотографии нас радовали но к сожалению в жизни все это совсем не так и я как человек который прошел 28 лет на курорте хочу немножечко вас разочаровать конечно же вы можете собирать эти гардеробы вы можете красиво одеваться вы можете брать самые свои лучшие вещи но если вы едете к морю и если вы едете в испанию в южную часть испании хочу вас предостеречь что июль август это самые жаркие месяцы года и здесь допустим сейчас у нас жарко 36 градусов это время когда вы просто такая такая жара на улице что чтобы вы на себя не надели как бы вы ни оделись вам будет все время жарко единственное конечно чем отличается отпуск от от того что если вы здесь живете все-таки отпуск подразумевает что на вас не накладывается такой отпечаток забот повседневной жизни то есть вы вы не работаете вы у вас нет какой-то повседневной жизни вы не готовите дома еду у вас нет какой-то рутин и домашний то есть вы приехали вы идете на пляж вы возвращаетесь пляжем прохладные гостиничные номера у вас всегда готова еда вы кушаете вы выходите вечером какой-то прохладный бриз которого здесь нет вечером потому что температура не падает даже вечером но все равно какое-то отпускное настроение присутствует и возможно для вас это все не так проблематично но для людей которые здесь живут естественно все это нет ни не в таком красивом цвете и курортная жизнь это не не так курортная жизнь о которой возможно мы мечтаем по картинкам и мечтаем если мы здесь не живем поэтому в любом случае я для людей которые не любят вести большие чемоданы для людей которые не любят слишком большие огромные раздутые гардеробы для людей которые хотят все-таки минимум вот этой одежды хотят как-то слишком не не хотят задумываться и хотят использовать с умом свои гардеробы я хочу вас предостеречь и хочу вам помочь привести сюда минимумы вещей и использовать эти вещи с умом и получать от этого удовольствие выглядеть в то же время красиво и современно хочу сразу сказать что вот такие вот рубашечки о которых нам часто говорят стилисты и многие говорят что их нужно выбросить я именно говорю о футболках льняных да наверное в городе это будет выглядеть не совсем современно не совсем актуально и красиво то такие футболки с удовольствием храните их и используйте их на курортах вы не будете выглядеть здесь как бомж вы будете выглядеть здесь абсолютно актуально потому что именно эти футболки спасают от жары выглядят абсолютно современно здесь под любые именно вот такие шортики на резинках я всегда говорю своем гардеробе наверное бы все шорты переделала на резинках потому что они такие же льняные их одеваешь и снимаешь очень удобно на пляже повседневной жизни здесь ничего вас не раздражает нет никаких лишних деталей то есть если вы едете в жаркий климат или если вы здесь живете или если вы только что поменяли свое место жительство переехали жить в италию на юг италии или на юг другой теплой страны и обратите внимание именно на шорты на юбки на брюки с резинкой это самая удобная вещь именно льняные или хлопковые брюки и вот с такими майками вы можете их также заправлять именно вот такие легкие майки стопами спортивными просто стопами укороченными это очень легко это идеальная группа одежды я считаю здесь достаточно широкие проймы достаточно легкие рукава не обтягивающие очень удобная вещь кстати вы часто меня спрашиваете что я одеваю как какие топы на мне у меня есть вот такие майки хлопковые которые я наслаиваю одну на другую получаются очень интересные комбинированные вещи то есть я считаю что это незаменимая вещь именно в жарком климате смотрится это интересно и абсолютно нужная вещь то есть не слушайте никого что это не современно это некрасиво это дешево это все имеет место быть все зависит от того где вы это носите и насколько это уместно в определенной ситуации будете выходить в этом здесь в мадриде в валенсии все это абсолютно нормально смотрится естественно если вы где-то будете это носить челябинске и екатеринбурге или в санкт-петербурге возможно это будет не совсем красиво потому что вы там будете единственное в этом ходить то на средиземноморье это смотрится абсолютно нормально и возвращаясь к теме резинки вот пожалуйста льняные брюки паласу на резинке на кулиске абсолютно удобная вещь оденете вы эти брюки днем оденете вы эти брюки на пляж оденете вы эти брюки вечером на ужин на прогулку абсолютно модная актуальная современная вещь много места не занимает имеет место быть таких же брюках точно также с правильным нижним бельем не забываем про нижнее белье девочки то есть оно должно быть бесшовным оно должно быть в оттенок вашей кожи не не надеваем сюда белое белье один из вариантов тоже прекрасные вещи в вашем гардеробе которая не занимает много места вы можете взять не одни вы можете взять двое брючок моем гардеробе это абсолютный must-have то есть это будет у меня всю мою жизнь сколько я буду жить на курорте сколько я живу у меня всегда единственное что меняются модели этих брюк когда-то они были более ровные теперь они более полос у них больше складочек то есть эти брюки всегда есть моем гардеробе буду их носить никогда от них не избавлюсь конечно моем гардеробе есть и брючки с ширинкой и на застежке брючки более таком мужском крое но еще раз говорю самые удобные брюки о которых никогда не задумываюсь если мне надо допустим если я еду в какой-то beach club и если я еду там где есть какой-то кафе вместе с пляжем и я знаю что я посижу на обед и потом мы спустимся на пляж нужно там где-то скупаться и я не хочу ехать в какой-то более пляжной одежде пожалуйста под эту же футболку я надену эти брючки паласу возможно кто-то захочет добавить какое-то украшение с моей корзинкой в этих брючках паласу я буду прекрасно выглядеть и опять же абсолютно достаточно хороший образ недорогой но в то же время очень элегантный и очень современный еще покажу вам то есть потом я все эти образы вы увидите здесь наверно прикреплю видео не буду отдельно добавлять видео вы увидите все эти образы как я ношу еще одни пижамные шортики опять же они на резинки надели сняли то есть все очень легко все очень удобно пижамной стиле возможно носить эти брючки в городе пожалуйста возможно петербурге в челябинске в екатеринбурге в москве в питере где угодно здесь на курорте пожалуйста добавляйте сверху рубашку с этой же маечкой с майкой более толстая все как вам угодно здесь я советую носить с тоненькой льняной майкой с майкой алкоголичкой с укороченным топом если вам позволяет тело я ношу с укороченным топом но опять же сверху добавляю слой вот такую тоненькую маечку то есть можно надеть с купальником сам без купальником совместным как будто бы это боди очень удобно сверху закрывайте плечики льняной рубашкой создает очень много образов но в то же время очень легкая вещь легко складывается в чемодан а вариативности миллион то есть считаю что для пляжа для экскурсии пожалуйста очень универсальная вещь и опять же очень легкое применение никаких сложностей отпаривается легко вы знаете еще что такие вещи можно легко отпарить при привозите в отель набираете ванну в горячей воды развешиваете эти вещи они легко от пара разравнивается конечно не на сто процентов но все равно они разравниваются вам не нужно отглаживать здесь все вот эти вот где замочки где все эти застежки намного легче когда они сделаны на резинке то есть универсальная вещь они по своей идее похоже то есть вот это вот мост хэвы моего гардероба москвы женщины которая живет на курорте и которая выверила каждую вещь опять же для женщин которых любят платье к сожалению моем гардеробе нет идеального платья которое хочу я хочу такое платье распашонку платье разлетайку сейчас есть такое платье у massimo duty стоит 159 евро оно вышло сейчас вот закончилась летняя распродажа и оно вышло как бы в летней коллекции я надеюсь что это платье не разберут скорее всего нет потому что люди еще не привыкли к новым ценам massimo duty потому что платье очень сильно выросли в цене у massimo duty скорее всего она выйдет на скидках и я его куплю это платье с широкой проймой немножко такие глубокие вырезы здесь и отсюда она идет такой а-образный вырез она очень широкая вот это платье моей мечты если я все-таки не найду другие марки не более экономной не сделаю такой модели возможно мне придется пошить такое платье но с удовольствием хочу иметь такое платье в своем гардеробе сейчас у меня нет я вам уже рассказывала что я люблю платье рубашки у меня есть из сара холм идеальное платье вы у меня есть подборка моих летних платьев можете посмотреть с прошлого года у меня есть шикарное платье из сара холм очень его люблю сейчас вам его покажу не буду добавлять никаких поясков никаких украшений просто надену его на себя это как раз то платье которое можно брать с собой в поездку это платье можно однодеть на ужин это платье можно надеть на пляж просто на прогулку если вы вышли и солнце еще печет и вам нужно закрыть свои плечики вы хотите спрятаться от солнца или вечером подул какой-то прохладный вечер что допустим это редкость здесь до сентября до середины сентября точно не подует прохладный ветер это как раз то макси платье в котором опять же в нижнем белье бежевого цвета абсолютно ничего не просвечивается только видны контуры вашей фигуры очень красиво очень красивый рукаф красивые завязочки это как раз тут плате которое обязательно одно платье которое вам нужно в поездке я считаю что платье в женском гардеробе всегда нужно пожалуйста перейти с собой платьев в любую жаркую страну нужно платье и в любую отпускную капсулу считаю тоже обязательно женское платье вот у меня есть такое платье и еще последнее время обращая внимание когда возвращаясь платья вижу очень много молоденьких девочек ходят в удлиненных хлопковых футболках такие же как с мужского плеча которые закрывают им попочки и вот они идут в купальниках и сверху эти футболки больше ничего нет ни шортиком ничего на них и мне так нравится это особенно когда чувствуешь что хлопок такого хорошего качества я представляю как нам удобно сверху этот мягкий хлопок ничего больше нет снизу эти трусики от бикини и так мне это нравится к сожалению у меня нет такой длинной футболки но мне очень хотелось бы но я предлагаю все таки если вы едете отдыхать к нам на курорт или вы живете на курорте иметь какие-нибудь оверсайз футболки с морской тематикой они тоже очень часто спасают добавлять вот их как раз под вот такие шортики в пижамном стиле или просто льняные шортики они придают настроение иметь футболку с ярким принтом опять же где-то накинуть на бикини на купальник сплошной обязательно она должна быть оверсайз она не должна вас сковывать в движениях она должна вас радовать она должна придавать такое отпускное настроение опять же вы можете всегда ее надеть на экскурсию надеть ее куда-то в ресторан просто посидеть где-то в обеденное время съесть мороженое на летней террасе то есть футболка обязательно одна нужно 1 2 можете взять три они не занимают много места но живя здесь на курорте я считаю что если вы сюда переехали обращайте на внимание на такие вещи они всегда есть на распродажах я думаю что со временем всегда наберется в гардеробе 10-15 таких футболок считаю что это нормальная вещь на скидках они бывают по 5 и по 3 евро так что считаю что это необходимая вещь в любом базовом капсульном гардеробе и подходим самой любимой вещи которая вы знаете что я люблю белые льняные рубашки не только льняные но у меня все-таки больше льняных рубашек потому что рубашки я ношу больше летом я не очень люблю как нижний слой рубашки потому что под пальто больше люблю носить тоненькие свитера но белая рубашка есть моем гардеробе сейчас я вам показываю рубашку с массе мудути на каждый день я ношу рубашки с очи и мы а уже больше такие для выхода когда мне надо скажем так принять принарядиться одеваю массе мудути сейчас вам показываю с массе мудути здесь получше качество льна они более такие плотные надеваю всегда рубашку рубашка всегда нужно потому что в любой ситуации куда бы вы не поехали здесь не нужны пиджаки здесь не нужны никакие куртки не нужны никакие какие-то утепленные вещи как часто предлагают возьмите бомбер возьмите джинсовую куртку сюда вы едете июль август середина сентября забудьте о теплых вещах здесь не нужно ни джинсовая куртка не легкий бомбер не льняной пиджак здесь вам это ничего не надо вам достаточно просто как верхнего слоя это любую хлопковый или льняную рубашку вот поэтому конечно моем гардеробе если она и рубашка потому что она меня спасает от солнца если где-то последнее время мы естественно таких вылазок не делаем если мы куда-то выходим это глубоко я не знаю 8 9 вечера если мы куда-то с друзьями выходим где-то посидеть то есть когда солнце уже села когда нет даже намека на какие-то солнечные лучи вот то есть я надеваю рубашку ну если где-то попадается так что мы выходим пораньше чтобы спрятаться от солнца как видите я в этом году вообще не загоревшая хотя обычно у меня все фотографии которые есть в инстаграме я всегда жутко загоревшая как говорила моя мама мартышка вот я всегда закрываю свои руки поэтому белая рубашка в моем гардеробе это необходимая вещь так что как видите вещей немного давайте их посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть 8 вещей смело берите в отпуск и у вас получится по крайней мере 20-25 комплектов которыми вы закроете весь отпуск и будете выглядеть на все случаи жизни вы сможете пойти на пляж вы сможете пойти на ужин вы сможете посидеть в beach club и вы сможете по поездить на экскурсии то есть вы закроете все свои выходы которые вы хотите сделать в отпуск вы сможете даже взять два-три наряда в которых вы сделаете фотосессию или красивые фотографии в инстаграм если вы ведете свои соцсети ну естественно обязательно хочу остановиться на обуви какую бы обувь я взяла опять же чтобы я чтобы я не носила какая бы какой бы обуви красивой у меня не было я все равно куда бы я не поехала я все равно останавливаюсь на том что целый день я ношу обычные вьетнамки самая удобная обувь это вьетнамки под все по не недаром эту обувь любят все голливудские звезды весь лос-анжелес ходит в обычных вьетнам как под любую обувь под джинсовые образы под льняные образы под они даже осенью умудряются носить вьетнамки да я люблю вьетнамки мне очень нравится хавая нас но к сожалению по цене они немножко кусаются у нас они стоят 30 евро и мне не нравится последнее время они делают очень яркими добавляют много всяких блюстричек в этом году я бы для я выбрала себе вьетнамки макси марки рокси мне понравились их такая классическая расцветка темно-синий с розовым очень удобные ношу их с первого момента как отдела вынесла с магазина нигде себе не натерла в общем абсолютно прекрасный вариант под белые вещи под черные вещи цвет подходит подо все люблю их берите смело в отпуск в отпуск на море в городе тоже абсолютно смело под все образы их носите утром днем и вечером даже в ресторан под льняное платье под льняные брюки вообще без проблем никто вам ничего не скажет считаю абсолютно летняя универсальная вещь то есть не знаю даже что сказать просто идеальная вещь то есть для меня так точно несмотря на то что у меня есть много сандалий разных расцветок самые популярные сандалии из сары то есть за столько лет столько их купила что белые красные голубые желтые коричневый коричневый вообще несколько просто несколько пар в коричневом цвете считаю не такими удобными как вьетнамки вот но хочу сказать что живя на курорте столько лет поняла что открытая обувь очень портит ноги то есть кожа ног становится намного грубее плюс что нога растет быстрее несмотря на то что говорят что ноги не растут с возрастом ноги растут если постоянно ходить в открытой обуви поэтому часто летом особенно когда работаю потому что нахожусь очень много часов на ногах использую закрытую обувь и сейчас просто не могу вам показать они постиранные завтра на работу ношу текстильные кроссовки абсолютно ногам не многим них не жарко при любой погоде считаю что закрытая обувь в жарком климате абсолютно не не делает то есть мне не жарко ношу текстильные кроссовки это может быть а секс это может быть adidas это может быть nike feels то есть любые кроссовки на носочек совсем не жарко нога не потеет абсолютно и естественно педикюр держится дольше нога в прекрасном состоянии пяточки мягенькие ногти в прекрасном состоянии поэтому если нет необходимости если никуда особо не выхожу если нет необходимости надевать платье или к там я не знаю какие-то особенные вещи если не нашу вьетнамки то всегда хожу в закрытой обуви раньше носила много конверсы то сейчас ношу текстильные кроссовки и считаю что это одна из удобных вещей даже в нашем жарком климате то есть абсолютно довольно этой обувью и считаю что присмотритесь к этой обуви потому что вы здесь много ходите ездите на экскурсии не надевайте такую обувь надевайте обувь закрытую и будет вам счастье надеюсь что немножко вам приоткрыла занавес курортной жизни что не вся курортная жизнь красивая яркая и неудобная что курортная жизнь может быть удобной современной актуальной поэтому не покупаетесь всегда на то что нужно забить чемодан самыми красивыми своими вещами и расхаживать здесь как майская роза вот думайте о своем удобстве думайте о своем комфорте и о том что здесь очень жарко и о том что прежде всего вы должны быть здоровыми что вам должно быть удобно и что вы должны вернуться с отпуска отдохнувшими и счастливыми всех люблю всех целую ваша ольга до скорых встреч а